привет мои хорошие и в который раз наверное встанет этот разговор я не устану это повторять не люблю я эти темы лучший субстрат во что сажать во что не сажать в этом у вас попрет и прочее прочее в это сажать нельзя так россии это вообще вот меня просто убивает потому что ребят если мы говорим про орхидеи эпифитные литофитные мы сейчас не будем трогать трестреал которые живут в земле то они на субстрат чихали с высокой горы скажу так они им нужна опора за которой они зацепятся на которой они будут расти чтобы не упасть чтобы добраться до солнышка и так далее и так далее поэтому по сути им вообще все равно во что вы их посадите и на что вы их посадите им не все равно то как вы будете их поливать это как будет аэрироваться их корни то есть им главное это своевременное поступление влаги в нужный момент в нужном количестве чтобы она не задерживалась то есть это называется адекватным поливом по потребностям и второе это очень важно чтобы слишком много влаги не скапливалась у корней и не жалость там слишком долго потому что иначе они гниют иначе хотела попроще не хочу переходить на посложнее но если попроще то при переувлажнении при долгом контакте с влагой где не поступает свежий воздух корням происходит процесс гниения так если по-простому да и вот это вот основное и вот когда спрашивают что у основное там для выращивания орхидей на самом деле вот ну грубо говоря два фактора это свет и адекватный полив температура три фактора до температуры что я всеми забываю про температуру и но с температурой можно поиграться в плане температуры орхидеи более пластичны все-таки чем в плане света и полива и конечно же об этом многие забывают об этом нельзя не сказать но очень важно движение воздуха то есть это свежий воздух его движение так об этом нельзя забывать и это все очень взаимосвязано прям безумно то есть смотрите если вы дадите орхидеи прям очень много света неимоверное количество света то вы должны понять что вы начнете очень активно и и поливать у вас повысится потому что она начнет быстрее работать скажем так внутри быстрее будут происходить процессы некоторые процессы начнут только происходить потому что например раз не хватало света чтобы и запустить и вот это вот все очень важно так это взаимосвязано дальше опять-таки движение воздуха многие забывают например бывает такая ситуация когда очень повышается температура и когда слишком жарко орхидея уходит состояние скажем так энергосбережения потому что она очень грубо говоря потеет да то есть она дает влагу через листья чтобы себя остужать и вся влага грубо говоря которая будет выбирать корнями будет уходить на то чтобы себя остудить но не на какие-то полезные процессы для этого очень важно движение воздуха в которой будет помогать листьям охлаждаться и не даст иметь расходовать слишком много влаги из себя которые например наступать момент когда они просто не успевают ее пополнить и вот тут мы очень часто делаем огромную ошибку вместо того чтобы как-то бороться с температурой и вот это вот все мы начинаем чаще поливать и я думаю многие замечали а бывает так что субстрат мокрый орхидея влаги не хватает и ты не можешь ее поливать чаще то есть ты показываешь фотографии орхидеи тебе говорят ты ее сушишь надо чаще поливать а ты не можешь чаще поливать потому что субстрат мокрый и вот сегодня утром то полила она мокрая куда же еще ее поливать орхидея сохнет при этом корни все еще могут быть здорово одни еще не успели например загнет а там мой это вариант отложим там с этим более понятный вариант и про просто в панике ты становишься и поэтому например как ни странно летом бывает очень гораздо проще растить на блоке потому что ты не боишься залить просто максимум влаги даешь помогаешь орхидеи спасаться вот этой жары дальше дальше например опять-таки вот взаимодействие света и температуры вы можете дать максимум света но если у вас холодно и для орхидеи холодно да то она не будет расти и холодно сколько вы в нее света не напихайте так не получится точно так же вы можете дать идеальные температурные условия замечательный полив но будет нехватка света и орхидея просто не будет давать вот то что нужно то есть это настолько взаимосвязанные факторы нельзя просто сказать у меня плохо растет потому что у меня света мало вы бахнули свет а я такой кстати часто вижу а результата не произошло потому что да потому что у вас другие например критерии хромают опять-таки это взаимосвязано с теми же удобрениями тут сразу отступление многие говорят что ну вот же в диких лесах растут без удобрений ну насчет без удобрений в диких лесах да никто там не бегает с леечкой но и многие считают что ну когда там кто-то какнул и что-то там где-то удобрилась но там все немножко по-другому замешано поэтому почему-то все немножко забывают о том что там происходит безумное количество различных процессов и дождь это не просто водичка но это тоже собрание каких-то элементов и что есть еще всякие букашки муравьишки которые живут там же а есть другие растения в общем много всего это огромный такой симбиоз но важно еще помнить там идеальные условия для этого вида он в этих условиях эволюционировал рос он подстроился и это вот такая огромная экосистема такой общий механизм у нас дома мы не можем сделать вот эту вот экосистему к сожалению поэтому здесь вступают в роль удобрения которыми мы восполняем и балансируем вот тут вот ту нехватку условий нехватку того что нужно и ну давайте честно так вот если прям смотреть не шикарные фотографии куртин где-то из дикой местности или где где живет рядом человек от мне иногда нравятся фотки видно что это жилой дом рядом живет человек и вот говорят вот на крыше там или вот но потом вообще не часто оказывается что фотография где был сделала фотография тот человек все-таки дополнительно поливает или что-то делает с этими орхидеями то есть тут тоже так шатковалка и очень часто бывает из диких лесов фотографии очень красивенькие куртиночки скажем так но это тоже такая тема большая для отдельного видео а началось все субстрата в общем вот этим тем об этом можно говорить бесконечно примеров может быть бесконечное множество еще так очень важно помнить что орхидеи важен не только свет но и длина светового дня то есть тут тоже надо поиграться есть орхидеи которым надо 12 часов есть орхидеи которым на 14 часов с этого дня есть орхидеи которым в период покоя надо увеличивать длину светового дня есть наоборот это уже тонкости но очень важен теневой период для хиты потому что если на свету у нас происходит процесс фотосинтеза, когда поглощает наше растение углекислый газ и воду, и под действием энергии света начинается процесс движения молекул, и у нас вырабатывается глюкоза и кислород, который растение уже выпускает на свободу. Скажем так, то очень важен ночной процесс. Процесс теневой, его еще называют, или темный процесс, который происходит только ночью в полное отсутствие света, и это дыхание, насчет которого очень многие рассказывают страшные жуткие истории, об этом у меня, кстати, было видео. Это когда орхидея, наоборот, поглощает кислород, как и любое растение. Оно там вступает в взаимодействие с той же глюкозой, и на выходе получается вода и углекислый газ. То есть, грубо говоря, процесс противоположный фотосинтезу. Он нужен, и вот смешно так, знаете, она вот весь день глюкозу производит, да, а потом всю ночь в воду, и с того же самым. Прикольно. Интересные очень процессы. То есть это тоже важно. Важно ставить орху в покое на ночь, и опять-таки возвращаясь к тому, с чего мы начали. Субстрат в этом вопросе нужен для нас с вами, для нас, чтобы мы, создав те условия, на которые мы способны, то есть, ну, которые мы можем создать по своим каким-то субъективным причинам, отрегулировать. То есть мы выбираем субстрат, чтобы отрегулировать полив. Кто-то может поливать два раза в день, он, например, на блоке или в огромные куски коры, а кто-то может поливать раз в неделю. Поэтому он старается подобрать такой субстрат, чтобы он и давал влагу орхидеи в течение долгого времени, но в то же время в нем не произошло загниение корней. Мы его делаем более аэрированным. То есть мы это делаем для себя, чтобы нам было удобно, безопасно обеспечить орхидеи нужный полив. Вот так вот. И точно так же подбираются горшки. И горшок с субстратом это не раздельно. То есть когда вам говорят, вот этот субстрат, он работает сто процентов, он может работать сто процентов вот в этом горшочке и не работать сто процентов в этом горшочке. Да, то есть есть свои особенности. Плюс, конечно же, условия. Боже мой, это прям вот, ну вот у этой тети работает, а вот у этой тети не будет работать. Поэтому это тоже надо учитывать. Это очень важно. И с умом. Подходите с умом, экспериментируйте, поймите свои условия, разберитесь, что нужно именно вашей орхидеи. И подбирайте субстрат под это. И еще раз повторю, хоть это и тяжело, это правда очень тяжело, особенно летом, просто боль, но лучше поливать чаще, да, чем посадить во влагоемке и поливать реже. Хотя. Всегда есть это. Но и хотя. Я знаю людей, которые мудрились так создать субстрат, чтобы поливать чуть ли не разу в две недели, и у них все равно растет и не гниет. Но это надо уметь. Поэтому, ребята, экспериментируйте, подстраивайтесь и помните, что субстрат не зависит от того, что кто-то сказал. Это зависит вот от потребности орхидеи в поливе и о вашей возможности предоставить ей это все. Отталкивайтесь вот от этого. Вот такое вот сегодня видео было. Большое спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вы досмотрели до конца. Все, кто досмотрел до конца, сейчас увидят обязательно ссылочки на другие видео в описании. Много всего интересного, много ссылочек на другие полезные видеошки, на мои соцсети, где выходят всякие заметочки про орхидеи. Можно посмотреть фотки моих цветущих и все такое прочее. Конечно же, огромное спасибо моим патреонщикам. Это тоже, конечно же, уже показалось. И ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.